Всем привет! У нас прекрасный солнечный денёк, но единственное, у нас очень ветрено, поэтому Димочку одела, ну что, и шапку ему одела, и кофточку с рукавом. Очень ветрено, но достаточно тепло, да, сынок? Поздоровайся со всеми. Очень даже тепло. Вот он мой мальчик, со мной тут вместе, я тут присела на лавочку, а мы что, сегодня 16 число, Диме исполнилось 10 месяцев. Та-да-да-тан, та-тан. Вообще не верится, что у меня настолько уже взрослый ребёнок, честно. Каждый месяц она как-то воспринимается прям, ой, до мурашек, просто до мурашек. Я очень счастлива. Сегодня, ну вот сейчас Дима проснулся после дневного сна, и я сразу его одела, сводила в поликлинику. Сегодня как раз приёмный день, четверг у нас детей, ну здоровых детей, что вот просто там взвешивание и прочее. Приёмные дни, вторник и четверг в больнице. Вот, и как раз сегодня четверг, и как раз именно сегодня 10 месяцев, думаю, надо сегодня его и сводить. Вот, всё, мы взвесились. Вы представляете, мы уже такие большие. Обычно, ну, я когда Диму приносила на взвешивание, на замер, и там была, знаете, такая специальная кушетка, и на ней идёт доска, и доска разлинована, ну, по сантиметрам. То есть, ложишь как бы на эту кушетку ребёнка, и они замеряют, какой у него рост. А сегодня мы пришли, и мне врачи говорят, он у тебя уже такой большой, на что ему уже этой как бы линейки замерной недостаточно. Ставь его уже на такую. И там у них ещё одна есть линейка, где нужно стоять стоя, и она уже, ну, как бы идёт у стенки. То есть, вы к стенке, получается, его становите, там разлинована тоже линейка, вот. И уже, ну, как бы, то есть, туда уже такие постарше, повыше детки становятся. И мы сегодня первый раз, я его вот ставила возле этой стенки, и ему замеряли рост. Я вообще говорю, ну, 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 надо же, ну, надо же, ну, какой взрослый мальчик. В общем, я прям вообще счастлива, довольна, не знаю, настроение прекрасное. Единственное, я ещё Диму не фотографировала, надо будет обязательно ещё его сегодня сфотографировать, ну, то, что 10 месяцев. Фотосессию я уже придумала, потом домой придём, я вам покажу, как я планирую его в этот раз сфотографировать. Я вот тут присела на лавочку, думаю, пусть Диму подышит свежим воздухом. Сейчас он немножечко ещё посидим, потом мне надо забежать в магазин, там по мелочи купить. Особо так-то у меня всё есть, и покушать есть, и хлеб, и молоко, всё есть. Ну, по мелочи надо это, зайти посмотреть. У меня минералка закончилась, хочу себе купить, это, полторашку минералки пить. Вот, а так вообще настроение прекрасно. А ещё, уйти, будь здоров, будь здоров, сынок, будь здоров. А ещё, конечно, очень-очень радует то, что к нам пришло тепло. Вот прям до этого всю неделю было так холодно, дожди каждый день, туча, пасмурно. Мы все в куртках ходили, в шапках, в куртках, ну реально, опять было холодно, вроде бы июнь, но тепла не было. И вот сегодня такой самый первый денёчек, вот 16-е число, самый первый денёчек, когда прям вот тепло... Тепло, притепло, притепло. Представляете, что, не знаю, видно вам или видите, вы не увидите на камеру. Смотрите, испортила Диме коляску. Вот сумка, видите, пятна? Не знаю, на камеру тяжело сфокусировать, но, может быть, вы увидите. И вот тут вот тоже брызгала коляску. Не знаю, видно, не видно. В общем, вживую их прям видно, вот тут вот пятнышки. В общем, запорола коляску, Люба, ё-моё. А знаете, чем у нас? У нас вылезли комарики. Ну, ещё пока что только-только начало, так прям уж сильно много их нету. Но, это, кусают. И вот сегодня солнечный денёк, вот я сейчас сижу, вроде бы нормально. А вот до этого я с ним гуляла, когда прям было холодно, ну, пасмурно, влажно. Их прям вообще тучи-тучами были. И я, знаете, ну, на себя... О, кстати, Дим, я забыла достать тебе твою игрушку. У Димы, кстати, мы когда гуляем, у него вот такая вот игрушка. Ветряные эти, вот, говорю, у нас ветряный ветер. Они дуют, когда решила показать. Ну, в общем, вот, ветерок чуть-чуть начинает дуть. Вот, ветерок подул, видите, они как крутятся. Диме нравится. Дим, надо тебе игрушку, сынок? Дима, смотри, какая. Дим, возьми, какая игрушка. Даже на меня не реагирует. Смотри, какая игрушка. Да, твоя любимая. Мы на улице всегда с этой игрушкой гуляем. Да? Вот, а когда она ему надоедает, я ее просто вот сюда вот вставляю. И мы идем, и она на него вот так вот дует. В общем, такая вот эта. Когда они маленькие, им, знаете, вот для счастья немного надо. Эта игрушка стоит рублей сто. Ну, я не помню, сколько точно. Но я помню, что она прям вообще недорогая. А ребенку счастье, вы знаете, потратил сто рублей, а ребенку счастье. Вот вырастет, потом уже начнет просить что-то посерьезнее, да, сынок? Уже мама так не потратится на сто рублей. А, ну и не договорила же. И, в общем, в итоге были же эти комары. Я когда с ним гуляла, я себя пшикала спреем. Прям сама пшикалась. У меня вот такой вот спрей от комаров. Сейчас, подождите, сфокусируется. Вот такой вот у меня спрей от комаров. Фокус, это, куда-то исчезает. Ну, вот такой вот. Вот, он вообще классный. Он очень хорошо помогает. Я вот себя прям, ну, прям на тело себе, на тело, там, на одежду его пшикаю. Ой, уронил. Сейчас подниму, Дим. Вот. А Диму, ну, естественно, на Диму же я не буду прям на него. Ну, мало ли, может, у него раздражение какое будет или что. Я ему не, ну, как бы, ни на одежду, ни на тело, ни пшикаю. На, Дим, я подняла. Бери, бери в ручку. Вот. И Диме я решила попшикать просто коляску. Ну, чтобы как бы возле него тоже комарики не летали, когда мы гуляем. И вот попшикала эту сумку. И попшикала там коляску. И в итоге, ну, остались жирные пятна, ё-моё. Ну, не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, остались эти жирные блески. Он, оказывается, ну, скорее всего, я так понимаю, что он не просто там, да, на водной основе. Скорее всего, там, может быть, какие-то масла присутствуют в составе или что-то такое. Ну, в общем, что-то жирное там присутствует. И, в общем, это впиталось. И теперь у меня и коляска, и сумка вся в жирных пятнах. И постирать я прямо сейчас не могу. Почему? Потому что Саша-то у меня уехал в командировку. А как бы, ну, поднимать коляску на третий этаж, она очень такая массивная, она очень тяжёлая. Я её не смогу. Я обычно её оставляю, ну, в подъезде на первом этаже. Ну, я не одна так... Ой, опять Дима уронил. Я не одна так, конечно, делаю. У нас все, у кого-то маленькие детки, у кого-то самокаты, у кого-то коляски, у кого-то велосипеды. И мы все, у кого там что-то такое есть, мы всегда оставляем, ну, как бы, в подъезде на первом этаже. Никто домой не затаскивает всё это. Ой, ну, всё, Дима, я больше не буду поднимать. Не буду. Всё, уронил, больше не будет у тебя игрушки. Не надо тебе её. Ты её бросаешь и не умеешь играться, да? Не умеешь. На, держи. Так, о чём я? Вот, и, в общем, мне надо дождаться Сашу. Саша приедет, я его попрошу, чтобы он мне поднял эту коляску ко мне, ну, к нам в квартиру. И буду её пробовать стирать. Ну, щёткой прям, я так думаю, надо мочить, мылить щётку и прям намыливать и щёткой, щёткой прям вот так вот всё тереть. Ну, и там корпус и вот эту сумку. Ну, а сейчас пока будем ходить с грязной коляской. Что поделать? Я сама её не буду поднимать. Она, правда, очень тяжёлая. Так, всё, Дима, я тебе вот сюда сейчас. Я тебе вот сюда сейчас куда-нибудь её вставлю, потому что ты её роняешь без конца. Просто вот смотри со стороны. Вот, вот так вот вставляю. И вот она перед ним обычно крутится, да, сынок? И так вот. Такая вот красота у Димы тут. Так, ладно, что, Дим, я много болтаю. Пойдём с тобой сходим в магазин, сходим, прогуляемся ещё, наверное, потом пару кружочков, может, на площадку сейчас пойдём, пока солнечно. И потом домой, да, сынок, ещё фотографироваться. Пока солнце светит ярко, надо сфотографироваться дома. Так, посадила Диму в тележку и едем, да, сынок, и едем за минералкой. Так, где она у нас тут? Так, я вот такую вот беру, ой, видно, нет, 29 рублей, и она дешёвая. Это магнитовская, а, нет, моя цена называется. Такая вот, в общем, самая дешёвая получается. Остальные у нас вообще дорогие, видно, нет, вот 72, 42 рубля, 119 рублей. Ну, это вот всё, минералка. Вот какая-то по акции 39 рублей, ну, всё равно получается дороже. 71 рубль, 39, 200 рублей, в общем, 59 рублей. В общем, минералка. Самая дешёвая у нас вот такая вот моя цена. Мне пойдёт, да, сынок? Так, всё остальное у нас есть. Единственное, что знаешь, что пойдём ещё... Ой. Да, пойдём ещё сходим это, посмотрим. Может быть, завезли новую скатерть на кухонный стол. То у меня вот эта скатерть уже вся потрепалась. Вообще вся облезла и вся какая-то непонятная, да, Дим? Если сейчас будет новая, то купим. Так, я уже вышла с магазина и зашла. У нас тут в посёлке есть, ну, не то что есть, а приехал мини-рыночек. Сейчас вам покажу. Вот такой вот мини-рыночек. Ну, для тех, кто живёт в посёлках, я думаю, это... Для них привычно, что одежда продаётся вот так. С одеждой магазинов у нас нету в посёлке. Поэтому вот когда приезжают мини-рыночки, мы, ну, как бы, что-то покупаем здесь. И, в общем, та-да-да-тан, я уже одела на себя футболку. Тут этикетка торчит, но ничего. Вот, посмотрите, красота, красота. Вот, я решила выбрать кучу, перемерила. Все футболки мне облегают, мои жиры, пузо вот так торчит, бока вот так торчат. Я какая-то гусеница. Я говорю, ну, дайте мне что-нибудь посвободнее, чтобы мне так бросались мои жиры в глаза. И вот это, вот эту вот футболочку нашли, 600 рублей посвободнее. Потому что у меня вообще нет футболок. Я вот в этой серой, ну, которой сейчас, да, хожу, она у меня уже вся застирана в катышках. Думаю, господи, Люба, у тебя вообще ничего нет. У меня, знаете, полный шкаф одежды, вся одежда зимняя. Летней одежды вообще нет. Надо будет съездить в город, ну, перед поездкой в отпуск, и хоть чуть-чуть себе летней одежды взять, а то мне даже ехать не в чем. Ну, в общем, пока что вот ходить с Димкой гулять. Ну, и не то, что зимкой, в отпуске, конечно, буду ее носить. Вот купила себе вот эту, ну, сейчас куплю себе вот эту вот футболочку. В общем, Дима меня тут вон ждет в коляске рядышком со мной. Вот, в общем, прибарахлилась. И в магазине, представляете, это, в магните ничего не купила. Ну, сейчас на детскую площадку зайду, покажу, что вам купила. Но можно сказать, что вообще ничего не купила, оставила 1000 рублей. Я вообще не поняла, за что. Е-мое, и скатерть нашла только в другом магазине. И она там, знаете, очень-очень маленький размер. Ну, я сказала, ладно, пусть будет маленький. Ну, то есть, как, я думаю, что полностью стол застелить мне ее хватит. А по бокам, ну, нигде ничего свисать не будет. То есть, она вот просто как бы на самом, ну, размер самой столешницы. Без вот этих вот нависаний по бокам. Ну, я решила, что пусть лучше маленькая, но зато новая. Чем вот эта моя вся облезла, порезанная. Я домой приду, потом вам покажу, в каком она у меня состоянии. Уже вообще никакущая. Ладно, я, как всегда, много болтаю. Сейчас оплачу майку и иду с ребенком на детскую площадку. Мы пришли с прогулки, у меня Дима уснул. Я еще с ним ходила на детскую площадку. Он там катался-катался на всех качелях. В общем, уморился парень. Пришли, я его покормила. И все, я его еще пока кормила. Он кашу, ну, как бы ест и уже такой все, глаза закрывает. Я говорю, ладно, Дима, ложись спать. Второй дневной сон у Димочки. Сейчас поспит. Сейчас у меня у Димы вообще всего два дневных сна. Раньше он спал очень часто. Там бывало каждые два часа. А сейчас все два дневных сна и больше он не спит. Но следующий уже сон будет ночной. В общем, Димочка спит. И я вам сейчас покажу покупки, которые я купила. Ничего такого не взяла. И я говорю, я за вот эту вот кучечку отдала тысячу рублей. Вот что, что у меня в покупке. Купила самую дешевую минеральную воду. Я вообще, ну, как бы всегда говорю, что, ну, рассказывала вам не раз, что я пью только бутилированную воду. Ну, и я, и Саша, и Дима. Мы из-под крана воду пьем только в кипяченом виде. В виде чая, там, супа и так далее. Вот. И, как бы, мы когда воду себе покупаем, нам без разницы какая это марка. Главное, чтобы она не была соленая на вкус. Мы не любим, когда минералка соленая. Ну, а у Димы, вот, я точно такую же ему покупаю. Вот. Моя цена тоже, только она у него без газа. Вот. А себя мы когда тоже без газа покупаем, когда в настроении с газом. Ну, сейчас вот лето, жаркий такой денечек, и хочется вот попить минералки с газом. Но не суть. И что я еще купила? Купила самые дешевые тоже, моя цена, рыжки для мусора. Вообще дешевые. Ну, я просто понимаю, что они маленького размера, но мне как раз. Я вот люблю, когда, знаете, вот чуть-чуть собралось и вынеси. Чуть-чуть собралось и вынеси. Чтобы вот он долго не залеживался и не вонял, как говорится. Так. И увидела две вот такие вот игрушки. Один вот такой вот наборчик для купания. Диме взяла. Вот. Набор для купания. В общем, как тут показано. Сейчас покажу. Что эти игрушки как-то наклеиваются на ванную. Ну, и как бы ребенок, получается, купается. И разглядывает эти игрушки. В общем, буду ему наклеивать. Буду делать ему клевое-клевое купание. Вот купила такой вот наборчик. В магните он стоит 300 с чем-то рублей. Я не помню. 320 или 330. Ну, что-то такое. Вот. И еще один наборчик для купания. Вот такой вот. Здесь получается слон. Вот такой вот плоский. И три маленьких слоненка. Ну, думаю, видно. Вот такие вот маленькие слоненки. Тоже было написано, что это набор для купания. Ну, там на этикетке написано. Набор для купания. Он у меня купается. У него как бы есть тоже игрушки для купания. Ну, они ему, если честно, уже так и зрело поднадоели. Решила ему немножечко свяжить игрушки, чтобы ему поинтереснее было. И вот получается вот 300 с чем-то этот наборчик, 300 с чем-то этот наборчик. И вот почти 700 рублей дала вот просто вот за эти две штучки. Вот уже считай тысяча. И вот эти вот купила подушечки нашим котикам. Ну, вообще у них как бы есть и сухой корм, и жидкий корм. А это мы покупаем отдельно просто как лакомство. Сухой мы насыпаем полностью, да, в миску, полную миску. И они кушают, ну, сколько им хочется. А вот этот мы даем в ограниченных количествах. То есть там щепоточку Барсу, щепоточку Касперу раз в день. Вот, они чисто там полакомились, и все. На следующий день опять им там, ну, чуть-чуть дали полакомиться. В общем, они очень любят такие вот подушечки. Вот тоже такой один пакетик стоит 70 с чем-то рублей. Я уже точно прям не помню. Вот была в магазине, надо было, наверное, вам заснять цены. Ну, да ладно, думаю, вы мне верите на слово. В общем, вот эта вот мини-мини покупка, тысяча рублей, е-мое. Так, и зашла в другой магазин у нас есть непродовольственная. Купила вот новую скатерть. Вот, она, там не было больших скатерть. Ну, не то, что больших, но, чтобы я имею в виду, вот так вот свисали. Вот видите, у меня скатерть, и она по бокам вот свисает. Ну, как бы, по идее, она так смотрится нормально, когда свисает. А вот эта, я так поняла, она маленькая, ее хватит только лишь, ну, накрыть столешницу. Ну, сейчас посмотрим по стелям. Ну, по крайней мере, она новая, и расцветка поприятнее. А эта у меня уже вся в прорезях. Вот, видите, вот тут вот порезана. Тут еще где-то была, вот порезана. В общем, где-то уже у нее и краска эта подстерлась, подсмылась, облезла. И такая где-то прорез. В общем, мне нравится это не дело, надо постелить новую скатерть. И вот показывала, забегала к нам на наш мини-рыночек. Они приехали к нам в поселок на пару деньков. И вот купила на рынке футболочку за 600 рублей. Чисто вот сейчас гонять, потому что, правда, у меня вообще-вообще нет никакой летней одежды. Е-мое. Потеплела, открыла шкаф. И я понимаю, что у меня полный шкаф. И говорю, там все, все, что у меня есть в содержимое шкафа, это все зимняя, теплая одежда. Либо даже, если, допустим, кофточка более-менее тоненькая, но они все с длинным рукавом. А сейчас, ну, правда, достаточно тепло. И как бы можно уже ходить в футболке. Ну, по крайней мере, сегодня было тепло. Вот. И у меня ни одной нормальной футболки. Не, у меня как бы есть футболки, но они уже до такой степени затасканы. То есть я их как бы дома носила, да, и зимой носила, там, и осенью, и весной, так скажем. И они застираны. У меня уже очень много футболок. Они вот, ну, как бы уже в катушку. Ну, то есть как бы для домашней носки нормально то, что я в них дома хожу, ну, как бы футболка и футболка. А вот на улицу все равно хочется что-то поприличнее. И у меня, оказывается, нет ни одной приличной футболки, чтобы там ни застиранной, ни в катушках, и все в таком роде. Я сейчас перед отпуском, ну, как вы знаете, 30-го мы с Димочкой вылетаем. Перед отпуском Саша вот приедет с командировки. Обязательно его попрошу, чтобы он нас возил в город. Куплю и Диме нам в дорогу, ну, как бы, летнюю одежду, еще какие-нибудь новые костюмчики. И себе обязательно что-то куплю в дорогу. Вот, ну, и, естественно, там уже, находясь в отпуске, много сейчас покупать не буду, потому что все равно у нас здесь выбора как такового нету, даже хоть это и городок, но он такой тоже небольшой, и там не так много магазинов. Куплю, ну, вот просто, чтобы на первое время было в чем ходить летом в отпуске. А вообще планирую в самом уже отпуске, когда будем там на земле, и даже, скорее всего, не у мамы в Мончегорске, потому что все равно там тоже север, и там немножечко не такая одежда продается, какая в Волгограде. Основной уже гардероб буду покупать, ну, там, у Сибири, Саши и Диме, когда уже будем в основном отпуске в Волгограде. Это у нас, получается, будет уже август. В августе буду одеваться на лето, нормально, да? Ну, в общем, это. Давайте, наверное, застелим скатерть, посмотрим, какая красота получается. Это шедеврально! Посмотрите, как красиво! Да, она сильно как бы не свисает тут по бокам, вот, конец, получается, стола, и чуть-чуть свисает. Здесь очень даже нормально свисает, и здесь прям маленький краешек, ну, сейчас она облежится, будет уже нормально тут свисать. Вот, маленький такой небольшой краешек, ну, мне этого достаточно, я думала, она вообще будет прям ровно-ровно по столу. Ну, мне казалось, она прям вот, ну, как бы, в ширину прям ровно по нашу столешницу, и мне оказалось, она и в длину ровно по нашу столешницу, что вообще ничего не будет свисать. Ну, тут тоже свисает, даже смотрится вообще хорошо. И такая красивая рассветка. Как вам? Мне кажется, очень красивая рассветка. Я прям, это, такую красоту себе на кухне. Вот, да, вот, вроде бы, просто сменила скатерть, а кухня прям стала сразу смотреться, как-то, не знаю. Нарядно и празднично. Очень мне нравится, очень вообще классная скатерка. И стоит недорого. Ну, по крайней мере, у нас в магазине я за нее заплатила 170 рублей. Я считаю, 170 рублей для скатерти это вообще недорого, и она достаточно прям плотная. То есть, не прям, знаете, что тонюсенькая-тонюсенькая, чуть-чуть, и развалится на части. Класс! Просто супер! Я прям довольна. Так что, ждем, пока проснется Дима, и будем его фотографировать в честь 10 месяцев. Кто-то проснулся. Кто-то проснулся, уже опять раскидал все содержимое ящиков. Любовь с Барсом. Кто проснулся? Фотографироваться уже на улице, солнышко, блин, садится. Ну, кажется, что Светлана уже не так ярко светит. Да, не так ярко. Ну, ничего, сейчас подсветочку включим и сфоткаемся, да, сынок? Ты проснулся? Просыпайся, просыпайся. Где Барсик? Ай, Барсик! Где Барсик, Дим? Где Барсик? Где Барсик? Вон он, Барсик. Ой, да, Барсик. Ай, какой Барсик. Барсик, Барсик. Что это ко мне пришел? Услышал, что я тебя зову? Услышал, что я тебя зову? Ой, солнышко. И ты моё солнышко, твои моих солнышки. Щека вся мятая. Димка, по тебе видно, что ты спал. По тебе видно. Так, всё, застелила белый фон. Включила освещение. Планирую Диму сфотографировать сегодня вот в таком вот новом слипике. Я вам показывала. Не так давно его заказывала. Я люблю папу. Мне он очень понравился. И вы знаете, пошла в магазин. И думаю, надо что-то найти такое же тёмно-тёмно-синее, ну, чтобы выложить цифру 10. Ничего, вот верите, нет, ничего я не нашла в магазине тёмно-синего. Единственное, что нашла в бульмене тёмно-синее, но оно, конечно, не подходит так сильно, ну, как бы, по цвету, это вот конфеты Милкью Вэй. Ой, ну, единственное, вот правда, сколько смотрела, и там, я не знаю, и сладостей, и то, и сё, ничего нет такого цвета. Ну, немножко цвет будет отличаться, но ничего страшного. Всё равно более-менее в одной цветовой гамме. Сейчас одену Диму, выложу десяточку, и будем фотографировать. Дима, ложись, ложись, вот сюда, опа, смотри какая, на, сынок. Вот это да, вот это да. Сынок, нет, нет, Дима, ё-моё, мама не успела, мама не успела, сыночек. Вот на эти конфетки смотри, вот на эти. Бри, бри, ложись. Вот, на тебе ещё одну. Вот это да, вот это да, вот это да, вот это да. Сынок, вот ещё. Я не могу, я только поднимаю телефон сфотографировать, и он тут же ломает мне единичку. Йо-моё, Дима, как мне тебя фотографировать, сынок? Как мне это сделать? Как? Ну-ка. Дим, я тебе вон сколько сбоку с этого конфет накидала. Бери эти, ради бога. Да, да, вот эти, вот эти. О, на, о, какая. Какая, на, 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 отойду, не бери. Эти, вот, на, если ещё вот эти. Йо-моё, сыночек. Как тебя схватывать, сынок? У меня, кажется, не получится никакие 10 месяцев. Дима! Дима! Как нам фотографировать 10 месяцев? Вы понимаете, его интересуют именно эти конфеты. С этой стороны куча целых конфет. Нет, какие разнообразные, его не интересуют, его интересует цифра 10. Дим, а как же 10 месяцев? А как же 10 месяцев? А, сынок, как же 10 месяцев? Йо-моё! Йо-моё! Так, пойду, посмотрю, пришла ли у меня соседка с работы. Если она пришла, пойду её звать на помощь. Я одна не справляюсь. Дальше было легко его фотографировать. Положила, он лежит. Сейчас это уже вообще нереально. Вообще нереально, сынок. Ну-ка, пошли. Пошли, спросим, тётя Вика дома или не дома? Ой, ё-моё! Сынок! Нет, да блин, это вообще нереально. Я не представляю, как его фоткать. Я не представляю, как фоткать этого ребёнка. На, вот ещё, бери. Ай-яй, как красиво! Да вообще фигня какая-то получается. Дим, Дим, глянь на маму. Глянь на маму. Всё, сфоткала, сфоткала, сфоткала. Спасибо, Вика, ты мой друг, ты мой настоящий друг. Всё, теперь хоть что, бери любые конфеты, сынок. Теперь любые можно брать, любые. Всё, Дима, я поскакала. Спасибо, Вика, большое. Забегай на кофеёк, как освободишься. Кофе попьём. Сынок, мы это сделали! Ура! Да, мы это сделали, ура! Вот, теперь сколько тебе игрушек, играйся. Теперь можно, теперь можно, да. Вот так, вот так эти конфеты, да. Вот так их, вот так. Ой, маме по лицу. Ну и сладкий такой. Ты взрослый, превзрослый, превзрослый мальчик. Тебе десять месяцев, десять, сынок, десять. Ура! Тихо, тихо, там край. Бух. Пойдём лучше на пол, а то тут опасно. Я тебе сейчас на пол дам конфеты. Ну, а пол дам, а то тут опасно. Если упадёшь, будет больно, сыночек. Да, непростая фотосессия в этот раз получилась. Я вообще думала, вообще не получится сфотографироваться. Вика, спасибо тебе огромное. Ты мой настоящий друг. Забыла вам показать. Знаете что? Я уже, кстати, прошлый влог, вот последний, который вы смотрели, снимала на новый штатив. Купили мы новый штатив мне в отпуск. Сейчас вам покажу. Та-та-та-та-тан. Посмотрите, какой он классный. У него гнутся эти ножки. То есть его можно закрепить там на какой-то предмет, закрутить. Классный. Но они такие стальные, гнутся тяжело, но гнутся. В общем, мне нужна вторая рука, чтобы показать вам, как они гнутся. В общем, это просто-просто супер. Ну, во-первых, почему мы купили этот штатив? Потому что мой большой штатив, который напольный, я, естественно, в самолет не потащу. Потому что, ну, в чемодан он не влезет, он большой, даже, ну, в складном состоянии. Он вообще складывается и упирается в свой чехол индивидуальный. Но, как бы, даже этот чехол тащить, естественно, в аэропорт я не собираюсь. Это, ну, это тяжело. Я вам, как бы, рассказывала. У меня будет коляска с ребенком, у меня будет чемодан, у меня будет ручная кладь. И еще, как бы, этот штатив, естественно, я, ну, я не понесу в аэропорт. Вот. А съемки-то снимать-то надо. Я думаю, ё-моё, ну, как же так? Одно дело, когда, ну, вот, допустим, я сейчас рукой держу, ну, ладно, ничего, нормально. Но бывает же такое, что мне что-то надо делать, и я же не могу рукой держать камеру, да, когда я, там, готовлю или еще что-то. Лук нарезаю, показываю вам, как его нарезаю. И купили в итоге вот такой вот маленький штатив. Он вообще супер. Ну, мы читали тоже отзывы, на Валберрис заказывали. Пришел вот заказ, читали отзывы, ну, то, что по качеству он просто обалденный. Внутри стальной. До этого заказывала тоже на Валберрис, и еще один тоже такой ручной. Но у него ножки полностью из шариков такие сделаны. Ну, я думаю, вы видели такие тоже штативы. Вот. И, в общем, он у меня сломался на второй, наверное, день использования. Я начала крутить эти ножки, они, короче, развалились. Вот. И я говорю, ну, мне-то все равно, Саша, нужен штатив. Давай опять смотреть. Ну, в этот раз уже внимательно по отзывам читали. Вот этот вот он сделан. Там внутри твердая-твердая сталь, но она гнется. И это супер. Ну, то есть можно ножки регулировать как тебе угодно. Удобно. И вот последний влог еще, когда я снимала, выкладывала вам, как я делаю пирожочки. Наконец-то, наконец-то у меня была возможность снимать. И что, у меня не тряслась бесконечная камера. Потому что тот, кто меня смотрит, постоянно знает, то, что как Дима научился ползать, так это все. Как только я ставлю камеру на напольный штатив, все, Дима тут же подползал к этому штативу, брался за ножки, вот так вот их дергал бесконечно. И постоянно получалось, что бедные мои зрители вот так вот смотрели скачущую картинку. Я не знаю, как вы вообще выдерживали. Ну, как-то вы выдерживали, кое-как досматривали такие влоги. Но я, конечно, понимала, что это ненормально. А тут вообще красота, просто красота. Я вот и готовку снимала. Я его поставила там на стол. Или на столешницу, да, ну, на кухне, на столешницу. Наклонила, как мне надо. Тут шарик. Тут шарик. Все регулируется, наклоняется вот тут вот. То есть наклонила, как мне надо, камеру. И все, и снимаешь готовку, пожалуйста. И хочешь, вот так вот поставил перед собой, поставил сюда камеру. Просто сел напротив. И можешь снимать ту же болталку, правильно? То есть я вот так вот могу на него поставить, на этот штатив камеру. С вами о чем-то разговаривать. И опять же, Дима не подползает и не начинает без конца ее трясти. Потому что тут он не достает, ну, со столешницы или со стола, если где-то на таких предметах. Просто супер. И, естественно, когда я поеду к маме, я также там на какую-то полку куда-то поставлю этот штатив. И, ну, как бы можно будет снимать общий ракурс. Короче, просто классно. Подготовилась к съемкам в отпуске. Буду, наверное, на этом с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok